Приветствуем, друзья, сердечно. У меня в гостях наш дорогой Александр Кромин. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Слушайте, вот там спрашивали в комментах насчёт этого узора на ковре. Помните, Александр рассказывал, что там есть некая тайна волшебная? Расскажи, пожалуйста. Я хочу поделиться своими соображениями насчёт метафизики метода ключ, который можно расшифровывать через узор. Значит, узор сам по себе представляет на старинных коврах некую бесконечную, нигде не заканчивающуюся цепочку. То есть, там есть и дискретные, и есть и постоянные элементы. Но не постоянные, а которые вечно продолжающиеся. Непрерывные. Непрерывные, да. Интересно. И с, как я всё люблю говорить, с энергетической точки зрения, это аналогия нашей человеческой жизни. И глядя на эти узоры, можно посмотреть, что они идут вверх, потом идут вниз, потом опять вверх. И то же самое происходит с человеком. То есть, сначала у него идёт всё на взлёт, да. То есть, у него энергия, он что-то делает. Потом, если он дальше так пойдёт, то он просто надорвётся. Поэтому обязательно нужно спускаться вниз. А вниз – это что? Это состояние зарядки. Это состояние разгрузки. Это то, чему учит ключ. То есть, передохнуть, да? Да, передохнуть, разрядиться, сделать какую-то паузу. Разгрузиться. Выпить чашечку кофе, да, образно говоря. Разгрузиться, а не разрядиться. Разгрузиться. Ну да. Я говорю не разрядиться, а зарядиться. Да, зарядиться. Потом, значит, в этом состоянии человек заряжается, с новыми силами идёт вверх, опять творит, опять у него всё хорошо. Как только вы чувствуете, что вы доходите до некого уровня предельного, где вам уже плохо, где перестаёт там муза приходить, ещё что-нибудь. Ну, значит, вы дошли до крайней точки, когда пора применить метод ключ, пора разгрузиться, пора восстановиться, набрать силы и зарядиться. И тогда, тогда человеческая жизнь будет, ну, невозможно сказать, что бесконечно, но она будет намного дольше. Потому что, если мы следуем вот этому правилу... Получается, непрерывность. Да, да, непрерывность. В узоре, да? Это, слушай, интересное дело, ведь математики же, почему они бесконечности, как они нарисовали бесконечности? Они нарисовали в виде восьмёрки перевёрнутой. Перевёрнутой, вот такое вот. Да, бесконечность. То есть, из твоих слов, Саша, получается, что есть дискретность, это как наша реальность, конкретность, есть непрерывность, это бесконечность. Да. То есть, ты хочешь сказать, что, глядя на ковёр, человек получает отдохновение, потому что он невольно, гуляя даже подсознательно, не только сознательно, по узору, взглядам, он как бы медитацию совершил. Совершенно верно, совершенно верно, повторяющиеся узоры, человек, не обязательно в него вот всё время смотреть, но почему их вешали обязательно на стенах или в больших комнатах на пол? Потому что взгляд всё равно идёт на ковёр, на эти орнаменты. Человек сам, не зная того, заряжается. То есть, это некое зарядное устройство, глядя на которое, человек помогает, это устройство помогает человеку разгрузиться. Слушай, так метод Шапира же в чём заключается? Перед глазами человека вот так вот водят, и человек глазами водит вот так, вот так, маятникообразно. И это лечение психотравм. Метод Шапира. Да. Есть метод Шапира, а вот этот метод ещё более древний, потому что придумывали орнаменты сотни и тысячи лет назад. И таким образом они уже тогда знали, что это лечебный эффект производит, успокоительный эффект. А для чего нужно успокаиваться, да, вот периодически всё время? Потому что как-то раз в детстве я поймал светлячка. Вот. Он летал и мигал. Мигал, тух, мигал, тух, мигал, тух. А если его взять в руки, у него включается какой-то турбо-режим, и он перестаёт мигать. Он начинает гореть всё время ярким огнём. Вот. Но он горит, и всё тусклеет, тусклеет, тусклеет. А потом он погасает совсем. Ну, соответственно, он, наверное, погиб. А если он останавливается, делает зарядку по методу ключ, и опять мигает. Чистота, чтобы было. Да, да. Слушай, так это же теория, это квант. Квант. Частица и волна одновременно. Да. Да. То есть, поэтому это как раз-таки очень многих возбудило на всевозможные дискуссии, как это одновременно частица и одновременно волна. Так вот оно в чём дело. Вот эта волна, это как раз-таки бесконечность, это всё. Слушай, я тебе хочу показать вот эту штуку. Что это такое? Ченс. Это аппарат мой товарищ. Похоже на бритву. Шахов придумал своё время, давно-давно. Это известнейший аппарат. Но у него здесь как раз эти 10 Гц колебания, вот эти вот колебания, 10 Гц. И прикладываешь в любую точку, очень сильно больную. Приложил, одну минуту подержал, и боль проходит. Это самая лучшая частота, потому что я потом вычислил, что она связана. Это частота 10 Гц с альфа-ритмом мозга. Альфа-ритм мозга, это же как альфа-состояние возникает. Так самое главное здесь. Вот ты говоришь, светлячок. Вот, 10 Гц. Если вы будете смотреть на это, как это моргает, 10 Гц, это синхронизировано с альфа-ритмом мозга. Это получается, что вы завораживаетесь, завораживаетесь. Это то же самое, что Кавера, о котором ты говорила. Да, да, это тот же самый принцип. Поэтому требуйте в каждой аптеке. А нету сейчас. Шутка, это реклама из СССР. К сожалению, таких приборов сейчас нет. И мы решили наладить выпуск. Сейчас делают самые разные частоты. Включают частоты, а шаха в балдене. Да, лишние частоты, они, может быть, и лишние. Да, очень давно это было. Я даже в электронной промышленности... Покажи вот эту электронную промышленность, где я работал в электронной промышленности в Армении. Видите, 85-й год. А здесь его аппарат. Первый вариант был. Первый вариант. О, как интересно. А у меня в этой электронной промышленности серия статей. Промышленная психофизиология. Потому что я там создал комнату психоразвозки, куда все психологи страны со всего СССР приезжали и учили снимать утомления у женщин с микроскопами. Я их обучал. Итак, Саша, еще раз. Пожалуйста, про орнамент на ковре. Очень интересные вещи расскажи. Орнамент на ковре символизирует вечную жизнь, вечность. И чтобы как можно дольше сохранять себя здоровым, бодрым, успешным человеком и прожить много-много лет, необходимо следовать правилам, которые как раз орнаментом и установлены для нас, как памятка. Значит, это обязательно после нагрузок психических, физических, нервных, творческих. Во-во-во, Саша, делай вот так. Да, вот я как делаю. Поставляемые движения снимают напряжение. Да, да. Снимайте напряжение, высыпайтесь, делайте синхрогимнастику. Давайте себе какую-то... То есть, выбирайте действие в синхронное состояние в моменте. Это как раз... Найдите себе от души, ну, какое-нибудь интересное, любимое дело. Повесьте обязательно к себе вот такие картины, как вы видите, да? То есть, это... Белая ромашка, например, да? Скоро они будут доступны для скачивания, поэтому вы себе можете распечатать. И это картины целебные, в них заключена очень невероятная энергетическая сила. Поэтому... Сила такая, которая... Орнамент уже... Да, как орнамент. Это сила, которая вас вылечит. Да, художник, обратить твое внимание, и всех, друзья. Маленькая площадь этой картины, а сколько она занимает пространство вашего внимания. Белая ромашка. Я вот Острецову подарил, у него висит прямо над головой у нашего друга, ядерщика, физика. Потом я подарил, знаешь, еще кому? Роману Газенко нашему подарил. У него... И у меня даже есть такая картина. И у тебя есть, и у тебя есть. Вот у нас у всех есть, и у вас будет, и у почетных участников, и у почетных учаев. Вот я Любовь Абакумова сказал, пришлю вам картину. Она говорит, нет, 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 нет. Я так обиделся, думаю, наверное, ей не понравилось. Я говорю, да что вы, мне очень понравилось. Просто вы так много для нас делаете, мне даже неудобно у вас ее брать. Такой богатый подарок. Ну тогда я сказал, мы вам напечатаем на хорошей фотографии. Вы у себя там в городе мастерской какой-то дадите распечатать на таком же размере холста. И у вас будет дома висеть, да, и поэтому мы тоже так придумали делать, да? Да, и еще хочу сказать, что Хасамин Гамедович эти ромашки рисует индивидуально для каждого человека. О, это сделано. Учитывается... Ну, Сашу мне ромашку видели? Да, учитывается... Я вот скоро сюда нанесу ромашку и буду так ходить. Саша придумал... Мерч называется. Саша придумал на какие-то там... Как ты сказал мне сегодня, когда пришел, можно, говорит, это делать... Обои делать. Обои с фабрикой какой-то. Да, да, плитку из этого можно делать. Слушайте, я просто хочу вам сказать, это же честный купец. У него такое партейное... Сразу думает, как бы срубить денег на ромашках. Да, и вам рекомендуют. Видите, что если вы думаете, вы всегда придумаете. Потому что в нашей школе, в будущем, хомофутурус, мы, люди, открываем себе творческое начало, изобретательские качества. Конечно, придумают. Ну, отца же всегда придумывают. Сейчас придумал, говорит, мы сейчас пойдем на фабрику, договоримся, и будут обои делать с ромашками. Да, да, эксклюзивные. Они будут только у там одного-двух людей, которые захотят. Слушай, а ты будешь пока, или тайно пока говорить не будешь, насчет, почему скоро во всей Москве будет? Пока будет сюрприз москвичам. Да, ладно. Скажем спасибо, друзья. Всем спасибо. Пишите комменты. Я обещал вам, кроме Александра, пригласить в эфир. Вот я пригласил. Хотя он сопротивляется иногда, потому что... Я скромный, непубличный человек. Выступать не люблю, как никогда не любил. Не умею я этого. Оратор не очень так, поэтому стесняюсь. Ох ты, ох ты, давай. Как говорится, наш любимый Саша, честный купец, прозвище такое у него партейное, как раньше говорили. Это шутка, конечно. Мы шутники. Но то, что Саша рассказал про узор на ковре, я как психофизиолог задумался. Действительно, там непрерывность, это бесконечность, это вечность, и там дискретность. Там как раз-таки частица и волна. Да, весь мир устроен, кстати говоря. Везде законы природы одни и те же. Только надо видеть, и увидишь. До встречи. Подсказки везде. Да. До встречи. До встречи. Пишите вопросы, Саша Кромин, наш друг, и он ещё к нам придёт. До встречи.